Едем на Фистех. Аэроэкспресс в аэропорт Шереметьево едет. Идем на Фистех, на конференцию, посвященную случайным графам и их приложениям. Вообще комбинаторика, похоже, что становится в самом центре прикладной математики, прям вот в самом-самом. Потому что алгоритмы, которые придумывают кабинетные ученые, непосредственно потом транслируются в программы, которые осуществляют, например, поиск в интернете. И сейчас здесь на Фистехе конференция, собравшая самых крутых в мире специалистов, буквально, так сказать, поименно. Ну, не всех, конечно, не все смогли приехать, но здесь находятся звезды, просто звезды. И мы сейчас идем вот на лекцию Яна Шапаха. Вчера я общался с Джоэлом Спенсером. И это имена, которые известны просто всем. Фистех. МФТИ. Есть даже такая веселая шутка, что функция М каждую букву заменяет на следующую в алфавите. А МФТИ это, соответственно, слово, которое получается в результате применения функции М к следующим трем буквам. ФТИ. Вот. Но на нашем канале нет ничего неприличного, поэтому считайте, что вы это не слышали. Это как указка, да, будет? Фактически указка. О, классно. Вот это супер. Я хочу представить одного из ведущих комбинаториалистов на всей планете Земля. Это Яныш Пах. Я комбинаториалист. Это без сомнения, да. Конечно, без сомнения, да. Ну, а о том, какие у Яныши работы, можно, например, те из вас, кто сведущий в математике, могут судить, почитав их или поприсутствовав. Вот сейчас мы на доклад пойдем, и я попробую что-то понять. Беседу двух главных специалистов комбинаторики. Это очень популярный, это очень популярный. Это человек, который очень известный. Но этот профессор более известный. Мой известный друг, мой известный друг. Он был фильм-стар. Он большой фильм-стар. Но если вы только считаете, что только с научными достижениями, то, конечно, Джоэлл – это велик. Я ничего не знаю. Я ничего не знаю. Я скажу вам, я никогда не знал русского, который был мягким. Но вы мягким. О, я выстук. Аааа! Мне нравится, что первые номеры, эта знаменитая теория, что если вы хотите узнать номер первых номеров, потому что я люблю ассинтотики. Я люблю это. Голз, Чебушев, и Адамарь и Валипуссан. Адамард и Валипуссан, и Селберг и Ердис. и, да, это так натурально, и то мне это красиво в математике. Приме номера, это дискретно, я имею в виду номера, или нет, но тогда у нас это натурал лог, и это так красиво, эта коннекция к е. Когда я дам дик лекцию, для людей, которые не знакомы с математиками, я спрашиваю, как вы думаете, если у меня есть сегменты натуральных числа, от немного меньше, чем миллион, до немного выше, чем миллион, скажем, дик лекции, 1 миллион, сколько? Все ответы меньше, чем вообще, все ответы. Никто не скажет, что это... О, я хочу сказать, что я один раз был judge в школе, очень-очень, очень-очень, но потом, после того, как они дадут презентацию, они приходят в комнату, и мы задаем их вопросы, и там был студент, который был очень-очень в математике, и он делал номер теории, и я сказал именно эту вопрос. Я сказал, что, так, что мне, как у меня есть больше, как минимум, более чем миллион, миллион? И он сказал, что, так, так, так. Так, он не победил. Это была плохая. В этой редакции, люди думают, что, что, до сих пор, это очень-очень, Это Андрей Михайлович Райгородский, посмотрите, это главный начальник всего. Короче, директор школы прикладной математики МФТИ. И на бухло-то я успею, я не бухаю, но я успею на него. Это подтверждение, что поездка застрахована. Математический институт имени Стеклова. Вон там, где стекла из здания, там конференц-зал, в котором проходит семинар «Глобус», на который я часто захаживаю. Здравствуйте. Ну а здесь сидят ученые и работают в каждом кабинете. Производится открытие мирового масштаба в теоретической фундаментальной математике. Ну что, Алексей Владимирович, приветствую тебя в лаборатории популяризации пропагандной математики. Математического института имени Стеклова Российской Академии Наук. Пришли в святая святых просто. Но, действительно, центральное место, где, собственно говоря, и занимаются математикой в нашей стране. Там сто с лишним человек. Может, по девятому этажу прогуляемся, там есть портреты, которые были с нами. Да, я без ложной скромности подходя, заявил, что это место максимальное на свете концентрации математической мысли. И это точно. В общем-то, это факт. И надо отметить, что 90-е этому не помешали. Ну, то есть, конечно, похуже стало, но... А здесь, осознавая проблему, что математическое образование падает, то надо поляризировать математику, была создана в 2010 году лаборатория популяризации пропагандной математики. Из таких известных проектов... Но начинали мы с проекта «Математические этюды», от фильма о математике, которые представлены в открытом доступе в сети интернет. Etudes.ru Да. Еще раз про фильмы, если про механизм Чебышева, это такой великий российский математик 19 века. Там вот стоит шагающая машина Чебышева, первая в мире шагающая машина. Первый робот, да, по сути? Ну, первая, да. Считать, что это начало робототехники. На самом деле, сейчас уже вот когда мы сделали фильм, сам оригинал хранит, 1878 год, выставка в Париже, тогда еще фильмов башни не было, и многие вот участники вспоминали, что это центральный экспонат вот был в семерной выставке Париже. Вот, что вот Чебышев сделал ходящего такого, ну, не человека еще, но уже. Оригинал хранится в политехническом музее, а это такая очень точная копия. И когда мы сделали фильм, его там за день посмотрел сразу там почти 100 тысяч человек. Да, и сейчас, на самом деле, куча роликов, когда в качестве всякой практической вот деятельности школьников, дети делают что-нибудь похожее на него. Наверняка вот зрители Тау Янсена видели, вот эти ходячие по берегу увидел когда-нибудь, эти по берегу каком-нибудь море под силой ветра ходят всякие. А, надувные такие, да? Не, не надувные, нет, деревянные обычно там или пластиковые. А, нет, я никогда не видел. Тау Янсен такой делает. Тау Янсен. Тау Янсен, да. И он очень, он не знал про Чебышев. Но его просветили, да? Да, просветили, но он очень просвещался. Вот, ну и таким, да, и сейчас давайте мы зрителям напомним про издательство Маттезис. Это первое в России научно-популярное издательство, которое вот в Одессе с 1904-го по 1925-го. Я, в общем, этот вот логотип очень хорошо знаю. Я его видел, узнаю, но теперь я знаю, что это собственно вот оттуда, да? И это Каган был. Это был Каган, который сидел в Одессе, Шатуновский. Каган? Да. Наверное, да? И он Каган. Ну, Каган я обычно, да. Вениамин Федорович. Вот, Штуновский, и там пять человек был, там Арбинский был, еще там... А, вы, я в Каган, да. Да, конечно. Вот, то есть это делали такие знающие люди. А там вот в библиотеке стоят книжки, которые мы сканировали. На одной книжке, ну, в то время книжки, если ты помнишь, в мягкой обложке выпускали. С той идеей, что человек приобретя переплетет ее в свою обложку в стиль своей библиотеки. Ух ты! И очень часто, там вот можно увидеть. Здорово! Да. На корешке ставили инициалы. И вот одна из книжек, я там купил, ГФ стоял, я даже не обратил внимания. Когда начал сканировать, собственно, увидел, что книжка фехтенгольца была приобретена. Да, и там... Иль самим, да? Это его книжка, там, как вот, десятого, по-моему, года, когда он купил. А молодые, наверное, не знают, кто такой фехтенгольц. Да нет. У нас молодежи много подписчиков. Ну, фехтенгольц – это знаменитый трехтомник матанализа еще до Зоричевских времен. Да, ну, с которым все учились, да, мой отец учился. И, в общем, когда-то это была, ну, главная книга вообще. Ну, в общем, да, по анализу. Она довольно подробная сейчас в современной жизни некоторых отталкивает. И последовательность чисел в ней называется «Варианта». Там много, на самом деле, таких приятных. Ну, типа Константа, да? Есть Константа, есть варианты. Собственно, вот все книжки Матейса, они интересны не только по сути, но и приятны по языку. Вот почитать просто получаешь удовольствие. Как художественную литературу. Как художественную литературу. Тогда народ не торопился вот сжимать все и выхолачивать в смысле языка. А это, действительно, был вот такой приятный разговор с читателем, который может вот… В том числе о предмете математики. Но и, наверное, последнее… А потом, да, вышла книга, да? Да, потом вышла книга, у нас даже есть одна статья. Эволюция от фильмов, от 3D-фильмов до книги. А потому что книги, они все равно живут. Они живут. И это очень важно, что ты можешь открыть ее, почитать, закрыть, подумать. Совсем другое настроение. Ощущение, да. А вот человек, который смотрит на экране, вот говорят, «Как могут выжить книги в наш электронный век?» Очень просто могут выжить. После того, как ты что угодно читаешь на экране, вот я по себе знаю, какое-то неспокойствие на душе возникает. Я не знаю, чем оно объяснено, но факт есть факт. Ну, за экраном надо работать, да. А книга – это приятно. На ночь прекрасно поддерживается в руках. А компьютер на ночь вообще никому не посоветую. Никто не будет сказанным. И, собственно, книга – это, ну, здесь лаборатория, и вот сотрудники лаборатории, они как редактор-составитель, а авторы – это ведущие нашей математики. Вот работающие, в том числе, в этом здании. Да, работающие, в том числе, в этом здании. Короткие сюжеты о том, какая математика вокруг у нас встречается. Собственно говоря, сейчас изготовим второе издание книжек. А-а-а, скоро будет, да? В октябре будет второе издание. Следите, следите. В два раза расшириваются оно по сравнению с первым, и там будут и новые авторы, и новости. Шикарно, шикарно, да. Табурет Чебышева. Вот это очень известный антипролограмм. Называется Чебышева. Идея в том, что вот эта вот средняя точка двигается почти по прямой. С точки зрения математики не совсем по прямой, но вот механически… Отличная, да? Ну, там зависит все-таки от масштабирования. Но вот механически можно считать, что по прямой. Чебышев на этом делал паровую машину. Вот делал такой табурет, который хранился в Англии, и, к сожалению, сейчас вот утрачен. Но здесь в лаборатории наш мастер восстановил, собственно говоря, идею этого табурета. А меняется высота плоскости? Нет. Как раз основная идея, что плоскость она параллельна полу. Если вы сядете, то вы не заметите. Чуть-чуть, на самом деле, не параллельно, но это совсем чуть-чуть. Собственно говоря, ради вот таких идей, чтобы вот точка двигалась как можно более прямо, Чебышев придумал. Вот многочлены Чебышева свои. На имени подням счет нуля. Это такая классика. Ну, здесь слева более детские. Тут вот одни из первых русских в царстве смекалки. Игнатьев, Кардемский, математические смекалка. А вот эта классика там... Каких это годов? Ну, это 20 век. Какие-то чуть-чуть вот до революции. Вот эти вот, они все уже советские. И почитать вот на хорошем кружке, почитать эти книжки полезно любому человеку, который занимается математикой. Здесь вот набор, он такой классический. Давайте я достану вот эту, которую не видно. Потрясающая совершенно книжка Гуглштейнгауза. Математический калейдоскоп. Сегодня вот говорили про вытягивание носов. Здесь это тоже есть. Связано с гаммой, там и много еще взаимосвязей. Потрясающая совершенно фраза, Леха, которую я тебе подарю. Штенгауз в предисловии пишет. Прогулка по зоологическому саду не зоология в учебном смысле слова. Однако мне кажется, что нужно сначала заинтересоваться животными, а потом уже заниматься их классификацией анатомии. Сад открыт для всех, в том числе и для тех, кто смотрит на животных только для развлечения. Поэтому не беда, если кто-нибудь скажет, что мои картинки не математика. Кто их пересмотрит сначала до конца, тот может быть подметит то общее, что их объединяет. А это и есть математика. Классно. Нет, люди писать умели. Слушай, вот эта книжка, первое издание на русском, 1949 год. Называть было нечего в стране. Народ офигенно выпускал книжки по математике, одна из таких классических. Но вот на самом деле еще одна книжка «Что такое математика?» Курант Робинс тоже рассказывает о том, вообще математика это о чем для тех, кто хочет понять. Еще в действительности менее известная для инженерного подготовки, очень классная книжка, которая была издана в Академии наук в 50-х годах «Математика и ее содержание метода и значения». Здесь уже чуть более сложно, может быть для школьников, но опять же почитать вполне можно, а там для студентов представить о том, что такое математика, вот эта книжка очень хорошая. Вот здесь вот книжки Матейские, которые собственно сканированы и лежат на сайте. На самом деле вот просмотреть их очень интересно. И опять же, вот тут историческая физика, кто захочет залезть на сайт и посмотрит. Почти на каждой странице есть гравюра, потрясающая совершенно гравюра, где... Может какие-то старинные, да? Это вот 1904-1925 год. Вот, а здесь представлены... Ну и есть там журнал «Квант», который классический, вот 50 лет на будущий год будет основывая «Колмагоровки Коэн», про всякую математику и физику. На самом деле вот идея кванта, да, была, что это будут математические журналы, это очень важно вот в этом соединении. Это арифмометры, это первые компьютеры, счетные устройства. Можно было выставить число, нужное количество раз покрутить ручку, это было умножение на это число. Вот, можно было складывать, вычитать, умножать и не бояться ошибиться. А вот это вот потрясающее устройство называется планиметр, основанное на очень интересной математике. Идея в том, что вы можете обвести, например, контур озера, а планиметр покажет вам его площадь. Вот интегрирование, да, но это тема отдельного большого разговора. Вот, ну еще одна вот наша деятельность, это всякие модельки для детей. Число Пи, да, вычисляем? Ну, нет, не число Пи вычисляем. Давай это уберем. Нет? Нет, это мы вычисляем площадь круга. А, площадь круга. Да. Площадь, ну это примерно то же самое, да. Все равно, да? Ну, собственно говоря, вот у тебя круг. А, я понял, это сведение площади круга. Прямоугольника. Ну, не совсем к прямоугольнику, но это отдельно приятно. Ну, собственно, как ты помнишь, вот древнему достаточно было сказать, смотри. Сделать надо, да? Вот сейчас я все разделю. Давай. Все разделю. Вставлю. Видимо, нужно вот один за другим ставить. Для простоты я уже научился делать. О! Быстро. Раз. Вот она, пожалуйста. Вот, смотрите. Ясно, что если мы уменьшаем, если мы увеличиваем точно. Вначале давай поговорим вообще чему равно, да? Ну, почти прямоугольник можно считать. Здесь у тебя радиус. Здесь половина длины окружности. Ну, и получаем P, R, F. И, да, в чистом виде. Ну, и, как ты правильно говоришь, что, понятное дело, есть горбики, не совсем прямоугольник. Но, если увеличивать количество, то, собственно говоря... Точность очевидно растет, да. Точность очевидно растет, да. В пределе она дает просто. Да. Идея в том, что если человек, ну, вот за свою жизнь так посмотрит эти модельки, поработает, то, во-первых, он уже не забудет, как вычислять площадь круга. Ну, а, по крайней мере, всегда сможет... Великолепно. Всегда сможет восстановить, да. Великолепно. А, во-вторых, ему интереснее будет. Это такая некая точка входа. Для кого-то на этом закончится. Кто-то пойдет дальше, но всегда будет помнить, что с этим поигрался. Ну, давайте еще одну школьную тему. Здесь не только школьные модельки. Здесь разные. Бывают они какие-то более научно-популярные, бывают более школьные. А, площадь трапеции, да? Ну, давай с более простого. Площадь тролограммы. Ну, здесь, да, здесь понятно. О, на магнитах, что ли, да? Нет, у нас потрясающий совершенно деревянщик Александр Олесинский, который делает всякие вещи. Ага. Площадь трапеции тоже сводится к прямоугольнику. А, ты здесь и здесь, да? Вот оно и есть. Здесь понятно высота. А здесь, да, осталось понять, что полусома. Перешло в два одинаковых отрезчика. В чистом виде, да. Отлично. Ну, это такие вот школьные модельки. Супер. Вот это более сложная конструкция, правда? Ну, давай попробуем покатать. Я не знаю, ее в экране видно. Видно-видно. Да. Ну, а на самом деле это вот на квадратных колесах тележка. Если у тебя внизу гиперболический косинус, да? Это не окружности. С окружностями так не получится. Не куски окружностей. Цепная линия. Да, да. Цепная линия. Вот. Ну, то есть, если вы подвесите цепь за два звена, то она провиснет как раз вот по той кривой, которая называется цепной линией, то если подобрать правильный параметр, можно кататься на квадратных колесах. А если подобрать по другому параметру, можно на пятиугольных. И на самом деле на любом правильном иноугольнике ты можешь кататься начиная с четырех. На треугольнике не покатаешься? На треугольники не покатаешься. А вот на треугольнике будет другой. И здесь очень часто вот… А там всегда куски цепной линии? Всегда куски цепной линии, да. Цепной линии, да. С некоторым параметром там есть параметры, да. Интересно очень. Алексей Владимирович, надо смотреть математический тюб. Там все объяснено. да я страдаю от того что я не читатель описать или вот мне нужно больше читать у меня будет лето может быть я успею что-нибудь почитать это у меня дети на самом деле но вот понятно что она там мы ездим по школам там что-то показываем иногда все но основное тут мы и модельки тоже мы или сыруем в твитографике выкладываем нас на теле мотингура покажи она у меня в книге математикой для гуманитариев которые все мои подписчики знают ну вот вот прямо вот так прямо вот такая именно или нет дело в том что реализовывать то можно по-разному теорема пифагора ну собственно геометрическая интерпретация то что квадрат построенный на треугольнике прямоугольном на гипотенозе по площади равен сумме этих квадратов и дальше предлагается переложить все пять частей сюда я не могу сам догадаться никогда я в этом смысле тут вот до такой я вообще никогда бы не дошел но это неправильно я не хочу подсказывать вот надо переложить все пять частей сюда собственно говоря чтобы удивить я совершенно тупой в этих делах не умею вот это придумывать никогда но вот собственно слушатели могут попытаться да да сделали здесь вот представлено минимальное разбиение на 5 частей напомню что вот в том же издатель смотри а в классическом сколько будет 6 там классическим который ты этот кубик сюда этот кубик сюда то есть этот квадратик не так не классическом ты вырезаешь из большого и хода не так вообще не правда да на самом деле стоит вспомнить вот книжку лицмана которая впервые на русском ходила как раз в издательство маттеис а потом много раз переиздавалась 90 страниц возможно доказательств цели пифагора вот но в том числе там есть вот идея вот это на разрезание и но вот это вот минимальная там есть идеи другие опять же зачем мы там на этюдах это выкладываем специальный раздел модельки что в принципе такую штуку можно сделать с карто с двух слоев картона и проще чем дерево да каждый может ну может сделать каждый там подарить класс учительница там ребенку своему сделать или с чего нужно делать то есть математика сетка точно требует и это можно делать но раз мы заговорили давай вспомним что в середине 12 века да собственно почему работа бывает такое разрезание доказали теорем боя гервина равновеликости равносоставленности сейчас у тебя на плоскости есть два многоугольника одинаковой площади то один из них можно порезать на часть так чтобы собирал конечное число для на конечное число частей но в пространстве на нам не известно даже да ну анти известно то застал хорошим оператором но не ведущему что-то верно подделаться или как праздник давай с плоскости в начале в пространстве действительно неверно можно кубик это трейдер дарев придумать что-нибудь неверно а кто захочет залезть там посмотрит ну например лекции саши гайфурина в школе современной математики в дубне где он очень хорошо вариант дэна рассказал так по простому со своем видении которого показывает разделяет невозможно ну вот все предыдущие вот на самом деле на том самом основном что ты можешь свести конечно раз одинаковая площадь значит может свести к тому что знаешь ну прямоугольник квадратов а самое известное это там окрасивная дзюдами да что ты квадрат треугольник в правильный треугольник всего всего из четырех частей и здесь вот в том что они вот так зацеплены ты можешь вот непрерывно так и но вот это там известно было давно 21 веке доказали теорему что любое вот такое разрезание можно сделать вот таким способом только когда но через линкере да но количество этих будет огромное они сейчас пока еще даже не умеют оценивать разумно количество развеете угольник треугольник но не вам там все сложнее очень да там очень сложно но можно можно так что от есть какие-то модельки которые школы иллюстрируют а какие-то модельки которого это чтобы ему стоит оба ремонт и это детская штука детская штука которая я уже не думаю 19 19 века цепь герона называется да не вроде все кольца зацеплены левой рукой берешься за это кольцо зато который один раз через один раз зацеплена а то отпускаешь а еще так по кругу будет все время до бесконечности до идете но смысле так будет по кругу вот все время до никогда не пробуя да вот за это ёкарный бабай матом запретили заниматься заниматься а я но не вышло что бы не так сделал да да значит еще раз левый рукой левой а правый правый а вышла снова собственно говоря вопрос как она падает когда мы зацеплены левый за эту и правый а еще нужно так чтобы а иначе хрен она тебе упадет о класс не надо волшебство это реально волшебство так герона кто захочет найти слушай а давай соберем этот самый до суда и потом это задумывался почему гайка легко так может накручиваться на резьбу о чем о чем отговорит сожрал недавно шоколадные болты сделал вид что они железные о чем говорит то что гайка вот накручивается по всей длине на резьбу о том что она всюду страна одинаково надо много ли ты кривых знаешь которых кривизна и кручение во всех точках одинаково кривизна и кручение что только винтовая только винтовая линия они нифига не знаете в гема никакого кручения не знали да и на новая кривизна это как плоскости кривая пытается от окружности как бы какая окружность не вписана идеальным радиус и и окручение это насколько кривая хочет из плоскости и вот собственно единственная кривая которая у которой в каждой точке накручение одинаково это вот винтовая линия но вот как ее сделать ну давайте делаем взять просто прямоугольник а нарисовать прямую на нем прямую линию на нем да и и и все да да вот она в другом горитовую просто по нектам углом она должна поднять да все понятно да отлично изогнутая это самое супер вообще супер просто и вот и ездишь с этими конструкциями которые вообще по-хорошему на каждую неделю по несколько минут да да конечно я и ты ездишь с ними по всей стране и показываешь их широкой аудитории но у нас с тобой чуть по-разному сразу я как раз хотел сказать что вот мои лекции это я пытаюсь взять человеческий мозг и скрутить его изо всех сил как вот так вот я свою задачу вижу чуть по другому завлечь кого-то кто еще не тащится смотри мать да 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 я не завлечу ваш лагеря просто и собственно говоря вот один из способов чему вот мы книжку математической составляющей делали там этюды это показать зачем ему математику жизни по но такой это понятно дело что математика цена сама по себе краса да еще такая вообще но которые этого еще не понимают что красотища один способов завлечет показать зачем ему в жизни будет ну там винтовая линия а как повернуть поезду я голову сломал свое время но так и не догадался потом в твоей книге прочел я попытался заставить не объяснить все говорили что там какой-то сложный момент там что-то поднимается что-то падает но до конца я никогда не мог меня пытливым был я всегда пытался заставить кого-то мне это объяснить сам не доходил не до пера но мы можем модельку то газа говоря что у вас колеса они на самом деле устроен конически вы же понимаете да что привязать загибе у нас левая это идет она не меньший радиус у нее меньше длина должна вы принесешь модельку как поезд едет да вот я когда меня спрашивают а как заинтересовать детей математикой говорю простите ко мне приносите пожалуйста уже заинтересованных а кто нет того коля или к андрею михалычу кому нужна математика или коли математическая составляющая но не явно не ко мне проблем в чем радиус внешнего рельса конечно радиус внутреннего расстояния до расстояния больше а нет дифференциала устройств который позволит колесам сразу главы скорости вращаться и можно проверить вот на модель что ну не поедет что мне поедешь ехала а все вот этот хочет туда уходить это хочет вперед ничего не выйдет а вот мы ставим настоящее колесо так как она выглядит о а я между прочим кое-что еще вижу что не видно через камеру а знаете что я вижу а вот сюда уезжает в эту сторону когда я почему почему а вот почему это хорошего потому что здесь более более длинная окружность и больший путь проходится вот когда вот так при том же угловой пикта же угловой скоро занятием что ты не ответил вопрос почему ты отвечаешь на вопрос к чему да как почему она рано не проскальзывает при одинаковой скорости она не просто не проскальзывает а вот на вопрос почему интересно действительно задуматься вот на самом деле 우�DP покажем как она или как это сбоку то ув browog они его там под мы да да вот действительно колесная пара смещается у вас получается рабочий радиус меньше чем интересно что смещается ровно настолько настолько нужно и здесь вот сказывается механика то есть вот человек совершенно не управляет этим процессом а когда мы слышим что но скрипят там трамвайные или там метро колеса вот колесные пары то это просто не выдержан минимальный не выдержан минимальный угол поворота что колесный пар не может так быстро сместиться как от нее в данный момент требует рима из-за этого получается действительно вот скрип то есть это не доделка не мать ну да вот в идеальном варианте все происходит точно более того вот такие конические такие конические колеса они позволяют выравниваться вот если взять прямую дорогу и под углом запустить колесную пазу то на будьте меньше и меньше качаться и будет стремиться к такому очень хорошему положению прямому да вот так вот вот такой вот секрет они просто так на самом деле на всех поездах кроме одной фирмы есть фирма talga которая делай го испанские до испанские до который делает вот колеса совершенно по-другому и вообще вагона по-другому я ехал наталья но не задумывался слушай я думаю что многие из наших зрителей ездили они есть в россии кто не у какого поезда стриж которых у стрижа а тот он похож на он похож действительно лишь москва нижний новгород на москва нижний новгород а там идея другая и но их очень мало и к сожалению их идея не про у них идея следующая там есть цилиндрическая даже не колесная пара а действительно просто два колеса как просто в машине с общей осью и треугольник на котором сидит вагон и треугольник своей вершинкой цепляется к предыдущему вагон минус этой идеи в том что ты не можешь не ты не можешь на станции пересобрать с поезд вот до нас поезда этом все вагоны независимые а тут он как бы обновлять на да он должен лидер нам предстоит ли цеплять но поэтому их очень мало но вот все остальные работы ровно за псааны все там тоже это и все на этой да